здравствуйте уважаемые любители шахмат мы продолжаем рассказывать об очень интересном соревновании которое проходит в эти дни в канты-мансийске а именно о кубке мира и речь сегодня пойдет уже о четвертом раунде этого турнира а более конкретно о мини матчах 1 8 финала некоторое время назад завершились сражения в медленной шахматы то есть основное время очередного раунда и те шахматисты которые не успели обыграть друг друга добиться преимущества в этих двух достаточно коротких партиях так вот им предстоит выяснять отношения на тайбрейке ну а поскольку сегодня мы выходим из нашей московской квартиры здесь интернет хороший то я полагаю я надеюсь что вы сможете увидеть этот наш отчет существенно раньше чем в предыдущие дни начнем с поединка между никита витюговым и вес лесу безусловно если исходить из чисто титульных соображений то американский гроссмейстер должен был считаться фаворитом однако никита витюгов уже продемонстрировал на этом турнире что авторитетов он не боится что он находится в великолепной спортивной форме у него идет игра и поэтому поэтому в общем то я не знаю с какой долей уверенности или надежды но я полагаю что некоторые российские болельщики надеясь что витюгов пройдет и столь грозного соперника как вес лесу я начинаю рассказ о первой партии первой партии то матча который никита витюгов имел белые фигуры сделал ход е 2 на 4 и затем его соперник вес лесу решил применить русскую партию и вот как мне кажется здесь в этом поединке витюгов применил ту но я не скажу новинку но тот все-таки достаточно редкий метод разыгрывания этого положения который когда-то анализируется на сборах сборной команды россии так вот конь d7 конь c3 вот такой вот внешне неброский ход и кажется что играя таким образом белом трудно на что-либо рассчитывать смотрите ударные 5 удар на c3 у белых порчены пешки черные легко заканчивают развитие но то обстоятельство что у белых сдвоены пешки по линии c это не обязательно какой-то дефект в их позиции а эти пешки расположены на этих полях c2 и c3 имеют ну я не буду в очередной . повторю еще раз в очередной раз известные высказывали арона немцовича согласно которому сдвоенные пешки обладают большой статической силой но дело в том что здесь конечно речь об этом не идет они не обеспечивают контроль над центром задача или чекать ту задачу которую поставили белые перед собой взяв на c3 и ослабившись вроде бы по линии c состоит в том что открыты линии b открытые важнейшие диагонали ну и кроме того как вы видите пешка f пошла вперед и если вы этой пешке удалось уже в ближайшее время дайте d5 поезды черных могла бы оказаться довольно опасной поэтому черные играют f7 f5 блокирую это продвижение препятствуя ему и слон е3 то есть структура позиции изменилась но то что черные заперли позицию на руку белом с точки зрения имея ввиду что они уже подослабились и выгода своего положения связанные с открытой линии b теперь могут в полной мере использовать то есть развитие белых попроще поудобней конечно вот c4 вряд ли угроза но с ним надо также считаться кроме того ладья конечно да один стоит неплохо просто профилактически скажем так из профилактических соображений c7 c5 теперь же пешка c3 никогда не станет слабостью король h1 g7 g6 и h2 h3 и вот сейчас уже видно что то что черные поставили пешку на f5 лишает их реальные контр игры это во первых а во вторых ослабляет позицию черного короля и в принципе при каком-то развитии событий белые могут рассчитывать на атаку и на этом участке доски а именно на королевском фланге что было дальше давайте посмотрим и так ферзь f2 играет никита видео в перегруппироваться ход d5 d4 не актуален у белых больше ударов как говорят шахматисты они сохраняют контроль над полем d4 b7 b6 и ферзь е1 то есть ферзь идет дальше белые слоны осуществляют вот такие вот перегруппировочки и все это выглядит довольно сильно потому что чувствуется что с каждым перемещением белых фигур их позиции становится все сильнее и сильнее давление становится более неприятным для соперника но от черных требуется уже охота 8 естественные аккуратные действия опять теперь когда черная ладья ушла с поля 8 можно под вскрыть линию а если бы это случилось то вторжение по линии а а белые начали бы сдваивать ладьи ладьи вот видите как я на шахматном языке уже выразился ладьи что в общем не характерно для официальной скажем так официальных правилам русского языка так вот здесь последовало а6 пешка b5 отсечена от коллектива пешка 7 превращена потенциальную слабость ну и становится понятно что позиции черных уже не просто неприятно а может быть и тяжело ферзь е2 атакованная пешка стоящая на поле b5 ферзь b6 ладья b2 ладья d7 ферзь f1 не торопится никита ведуков он подумывает о ходе слон е2 может быть сразу может постепенно и еще одна идея которой белые конечно не должны прибегать до самого последнего или скажем так предпоследний момент это же 4 то есть черные перекрупировались для того чтобы вести защиту на ферзь его фланги ну а белые могут варьировать направление главного удара хотя конечно безусловно этот объект объект атаки белых игр это пешка b5 ладья c7 слон е2 слон d7 ферзь d1 атакованная пешка d5 ферзь е6 и ладья а5 вокруг пешки стоящей на пуле b5 уже сгущаются тучи защищать ее очень неудобно очень непонятно как неприятно короче говоря король g7 играет здесь вес весову оставляет пешку стоящую на b5 без защиты но белые не торопятся ее взятием потому что тогда их слон попал бы под неприятную связку а теперь ферзь a1 вроде бы странный ход но он защищает ладью и никакие ходы типа ферзь b6 теперь не опасны для белых и когда черные уже в отчаянии в таком ну своего рода психологически очень нелегкую держать 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 оборону не имея шансов на какую-либо активность и вот черные сами начинают играть на королевском фланге сыграв g5 и жертвуя пешку b5 слон разумеется на b5 забирает ладья бьет b5 ладья бьет b5 слон бьет b5 такой вот размен и черный забирает пешку на f4 надеюсь добраться до белого короля но но все-таки фигуры белых очень активная поле b7 в их распоряжении сюда может торгнуться ладья что она и делает но не сразу вначале ферзь a5 атакую ладью ферзь g5 защищает эту фигуру и теперь ладья b7 не опасаясь того что черные успеют начать какую-то контратаку против белого короля бить на b7 как-то очень не хочется но что делать приходится вот слон д6 не явился по панацеи поскольку по дороге потерялся пешка c5 и подвисла его пешка на а7 поэтому лучше уж так вот поменяться сбросить пешку f чтобы создать какие-то угрозы после слона д6 белому королю благо с точки зрения черных что пешка b в ферзи не пройдет ее можно задержать слоном с поля d6 взятие слон д6 угрожает мат на поле h2 король уходит из опасной зоны хотите забрать с шахом на h3 пожалуйста делаете это было сделано король ушел безопасное место а пешка b проходная на b7 осталось это плюс ученых еще висит пешка на 7 и может быть будет висеть пешка на c5 ферзь h2 связывая слона теперь ферзь бета 7 с угрозой b8 ферзь открытый шах по седьмому ряду король уходит b8 нельзя играть ферзь на h2 со слоном на 6 контролирует поле б8 ферзь б6 угрожает снова б8 ферзь король идет на поле е7 ферзь c6 король d8 и ферзь c8 шах то есть очень технично очень так четко усиливает свою позицию никита ведегов теперь он ушел кролем на f1 закрылся от шахов с помощью слона а пешка b7 жива и белые могут уже подумать о том чтобы полакомиться и пешкой на d5 слон идет на h2 связывая этого самого белого слона и точный очень ход а именно ход на поле g4 не взятие на g5 на d5 поскольку тогда в конце варианта когда черные начали маневрировать они сыграли король c7 забрали бы пешку там начались бы неясности какие-то тут все очень четко ферзь g4 слон d6 король е2 король уходит запасной зоны черные отступили слоном чтобы парировать угрозу ферзь g2 теперь слон бьет c5 ну и что бить нельзя потому что b8 ферзь поэтому ферзь h2 чтобы на наступление белого края таки забрать на c5 но слон f2 слон вступает назад h5 ферзь f5 король d8 ферзь c8 ферзь f5 повторение позиции для выигрыша времени и белые нащупают правильную самую четкую расстановку для реализации своего решающего преимущества шах король отступает ферзь g4 король c6 ферзь c8 король идет вперед и b8 ферзь маленькая финальная комбинация после которой то есть после начала который в ссу признался оповежденным потому что ферзя брать надо но в этом случае белые дают мат в два хода давайте я продемонстрирую эту эту матовую идею если идти наш на 6 ферзь b6 шах то есть мат а если отступить королем на a4 то мат дается с поля b4 ну так вот на мой взгляд очень здорово очень эффектно никита видюгов обыграл весли соу и во второй партии которая играла сегодня очень уверенно очень четко очень чисто нейтрализовал черными попытки грозного соперника его то есть весли соу обыграть и в результате никита видюгов вышел в следующий этап ну а мы переходим к следующему номеру нашей программы к матчу который ожидался с большим интересом матчу между максимом ваше лограмм одним из фаворитов 1 и петром свитлером речь также пойдет о первой партии которая игралась накануне вчера и в этой партии максим вашей игра играл белыми против петра свитлера и когда пётр свитлер попытался применить испанскую партию может быть некоторому удивлению восьмикратного чемпиона россии французский гроссмейстер не сыграл на третьем ходу солнце 4 то есть не стал повторять те эксперименты которые иногда приносили ему успеха иногда нет а пошел на испанку и вы видите чисто испанское построение сейчас на доске в этом поражении 20 ход черных то есть петра свитлера и он решает осуществить видимо неплохую разменную операцию все-таки черные стеснены у белых все очень компактненько стоит по центру они контролируют большее пространство пешка на v5 может прямую не висит но подвисает скажем так а вот потом ед конь d4 конь d4 и ладья бьет c1 черные разгружают позицию конечно идут на некоторое ухудшение своих пешей структуры но b4 это стандартный контратакующий такой маневр прорыв появляется у белых потенциальные слабости на фланге и все должно быть у черных хорошо чуточку уже они могут стоять но ничего смертельного вот такое было впечатление смотрите что было дальше конь c4 конечно это поле отдано в распоряжении белого коня теперь ба ба но салон b5 вот такой опять же на мой взгляд очень правильный но объективно правильный ход завязывающие напряжение но позволяющий сопернику осуществить неприятный удар нанести неприятный удар конь d6 таково первое впечатление то есть белые выигрывают пешку пешку то они выигрывают но ученых отличный контрат взятия взятие на d6 и салон бьет f6 после этого удара подвисает черный слон расположены на поле d6 то есть gf играть нельзя белые забрали пешку ну на 3 брать также нельзя и за ферзь g3 давайте сделаю этот слабый ход который не был сделан потому что он слабый тогда ферзь g3 с угрозой мата на g7 и когда черные пешка уходят с поля же 7 и уже не атакует белого слона можно полакомиться слоном черных и выиграть сразу партию слонов 4 есть другой ход у черных поле же 3 под контролем черного слона а ладья c1 под боем а кроме того слону уйдя с поля d6 из-под удара создал наряду с угрозой взятия на c1 и угрозу простого хода gf выигрывая фигуру ну белых единственное возражение атака ферзя ферзь c7 это правильно слон c3 ладья d8 ферзь отступает на поле f3 ну и вот здесь если бы до кабы петр свитлер сохранил полное хладнокровие и сделал бы ход слон d6 то почти наверняка легко бы причинил к мирной гавани нейтрализовал бы все возможные попытки соперника выиграть партию атакованный пешка a3 и вот оказывается что например сыграть слон b2 защитить его таким пассивным образом то последует ладья b8 связывая эту фигуру ферзь g4 здесь неуместно с угрозой мата по причине здесь кстати и слон е5 можно сыграть но чище всего проще дать шах то есть взять на b2 дать шах даже не шах а почти мат поскольку ферзь d1 надо играть поле h2 контролирует слонов с поля с поля d6 если сыграть ферзь d3 то последует ладья b3 сбивая белого ферзя с поля d3 откуда он защищает ладью и белый слон могут отступить а затем следует например ферзь b6 связывая этого самого слона и ученых здесь очевидное преимущество они сильнейшая сторона они белые если сыграть слон b4 то последует ферзь c2 атакую ладью ферзь d1 играть нельзя по причине слона h2 шах и теряется ферзь но по той же самой причине нельзя сыграть и ладья d1 там скажем можно ударить на d1 слон h2 и забрать ферзя белого на d1 если сыграть ладья a1 тогда последует слон бьет b4 но и окажется что вот после всего этого под пешкой черных гораздо опасней проходная пешка чем проходная белых и на выигрыш в такого рода вариантах могут играть только черные здесь главное не то что лишнее пешка у белых а то что у черных страшно опасная проходная и доминация фигурная доминация в центре ну сильнейший ход в этом варианте был бы е5 сбрасывая возвращая пешку тогда слон бьет и 5 удар удар но можно играть по-разному там анализировать какие-то такие варианты видно что позиция ничья например сыграть ладья b4 атакую пешку стоящую на поле a4 то черные могут сказать ладья d4 король черных имеет надежное убежище на пешку на поле h7 я рассуждаю с точки зрения черных которые согласны на ничью но объективно согласно ничью по-нормальному мы после удара удара привет на ферд бьет f5 можно отыграть шахами пешку a3 и понятно что белые должны давать вечный шаг чтобы не столкнуться с трудностями из-за ничью черных проходной а может быть на это идти им не нужно было белым отдавать пешку a3 и создавать сопернику проходную страшную на поле a4 ну вот петр свитлер почему-то цейтнота у него не было время было достаточно чтобы разобраться позиции сыграл ладья c8 и после слона b4 у белых просто здоровая лишняя пешка здоровая лишняя пешка и ход ферзь c1 может быть на него издалека уповал петр свитлер поскольку бить на d1 на c1 нельзя и здесь просто белые получают мат надо играть на ферзь d1 слон е1 поле h2 контролирует слоном так вот есть и белых ферзь d1 ход и вот после этого хода черным не хорошо то есть здоровая лишняя пешка у белых петр свитлер видимо с горя так сказать досады вот я бы так сказал решил что вот в этом положении уже зевнул уже просмотрел уже ошибся уже трудно защищаться шансов мало спокойной игре у максим ваш ялограф хороший техник безусловно и он решил сделать ставку на фигурную контратаку вот такой вот там ладья c6 угрожает и так далее а может быть он издалека полагал прикинув я имею ввиду петра свитлера что здесь у него достаточно серьезная атака на белого короля что белые должны держать ухо востро и все у черных нормально ну вот f5 очень сильный ход который разрушает взаимодействие черных сил если бы удалось сыграть ладья g6 то действительно белым было очень страшно их королем может быть в этом хитрость конечно в этом объяснении а после f5 приходится взять теперь слон d6 вот прекрасный защитительный маневр то есть вот этот защитительный маневр а именно f5 а затем слон d6 можно подземнуть можно подземнуть слон идет на поле g3 прикрывает короля ладья на g6 сразу вообще выйти не может то есть надо конечно еще отметить еще одно маленькое обстоятельство то есть если взять на d6 здесь это было бы неплохо если бы у белых не было шаха промежуточного до b8 подвесил бы ладья на b1 но можно дать шах с поля b8 ну и на отступление короля разумеется взять ладью на d6 так вот ферзь где-то 300 грамм петр свитер ладья b4 ладья включается в дело и приступает их защите своего короля и к атаке теперь уже и черных черного края ладья d4 защищая пешку а3 своим слоном король h7 ферзь бьет а4 ферзь f3 конечно черные фигуры близки к белому украдил но защититься легко ферзь d1 очень четкий ход но здесь была сыграна ферзь f1 ход после которого петр свитер признал себя побежденным поскольку вот этим способом ходом ферзь f1 максим ваш хелограф защитился от угрозы ладья c1 так как на это последует просто ладья d1 ну и ничего выиграть ничего отобрать черные не могут только размять ладьи что поставит окончательная точка в этой партии ну так достаточно досадно закончился этот поединок и петр свитер ничего не смог после этого сделать он сделал ничью проиграл матч и выбрал из дальнейшего из дальнейшей борьбы за кубок мира но если вспомнить что вот например на кубке мира в баку петр свитер дошел до финала где едва не обыграл сергея корякина который после этого выиграл турнир претендентов но петр свитер в нем также турнир претендентов принимал участие как финалист кубка напомню что оба финалиста кубка по правилам по регламенту получают путевки на турнир претендентов ну что дальше следующая наша страничка посвящена еще одного российскому гроссмейстеру а именно александру гречек у которого как казалось в общем сопутствует удача у которого идет игра и мы надеялись после вчерашней партии сейчас мы ее посмотрим концовку этой партии что петру удастся без особых хлопот даже встречаясь с таким серьезным соперник как линьер домингес а линьер домингес сейчас стал американцем то есть он давно уже проживал во флориде сам он по происхождению кубинис как мы знаем а сейчас он входит вот четверку такую ударную американской сборной наряду с павиано каруаной весли соу видимо сейчас третьим является линьер домингес ну и четвертом четвертом хикару накаморо то есть очень грозный такой состав так вот после довольно серьезных приключений довольно неприятной защиты я с точки зрения линьера домингеса сейчас говорю удалось кубинскому видите оговорился американскому гроссмейстеру причалить ну к мирной гавани почти что вот такое вот положение после 74 хода сон d2 ходы линьера домингеса прорваться белые не могут не сдвинуть свою пешку с поля f4 на f5 но тогда тогда уже а6 будет невозможно сыграть белая пешка встанет на f5 прорваться белые не смогут акс он будет контролировать большую диагональ это мертвая ничья на 6 с ромбит а6 поэтому сразу и с андрещик выбрасывает пешку играет f5 но если бы здесь линьер домингес сохранил полное хладнокровие и сделал бы например естественный ход он же 5 это не единственный ход который приводит к простой ничьей то прорыва f5 f6 не было бы у белых в случае король g4 можно было бы отступить королем например и что делать дальше как усилить позицию если сыграть здесь например король h5 то можно атаковать пешку е5 можно и нужно отдавать пешку е5 нельзя то есть единственная реальная возможность что-то предпринять как-то изменить структуру это ответить здесь е6 но тогда по вот этой самой диагонали можно сделать с поля g5 можно с поля е5 полная блокада по черным полям и мертвая ничья если здесь играть f6 то черных вручает простой защитительный маневр не сложная комбинация можно ударить на f6 затем сбросить пешку ну естественно f7 здесь не идет потому что после король е7 просто пешка отбирается можно и ферзей было поставить тоже ничья так проще а в случае хода сломается 2 король е6 пешка f незащитима ее черный король заберет и будет зафиксирован ничья но показалось линейро домингесу что он может в другом порядке сделать ничью может быть даже более элегантно более четко он сбросил пешку сразу если бы сам грищук соблазнился немедленно взятие этой пешки то действительно получилось бы после солнца 3 сразу ничья если е6 то это та самая блокада о которой мы говорим белые пешки никуда не пройдут блокады на поле f6 и на поле е7 на этих двух полях если сыграть f6 тогда король е6 пешка е5 теряется в любом случае он пример слон b3 взятие взятие в 7 но пешку легко защитить слона с поля b4 и ничья мертвая но вместо этого александр ящук не стал брать на c2 сыграл f6 промежутки и эта позиция уже абсолютно выигрышную белых потому что пешки прошли вот этот самый критический рубеж стали на поля е5 и f6 и теперь не сложная перегруппировка усиление позиции причем пешка черных полу линяш не играет никакой роли но она немножко отвлекает нервирует белых но не сильно потому что первые пешки будут доходят до такого рубежа пешка черных идет вперед даже грещук стимулирует ее продвижение до поля h2 чтобы не так долго заниматься сооружением цукцванга и после хода слона c6 этот сукцванг если слон черных уйдет в сторону то е7 отдавать слона разумеется нельзя не на поле f6 не на поле е7 если король идет на поле g8 то е7 поэтому в этом положении линьер домингис признал себя побежденным ну и стало казаться что после такого подарка судьбы действительно конечно саша молодец давил 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 ставил проблемы линьер домингис защищался довольно цепко а потом грубо ошибся и проиграл и вот захватив лидерство в этом матче вроде бы должен был по идее с точки зрения российских болельщиков вообще александр ищук довести этот матч до победы ну вот сегодня игралась ответная партия этих соперников которые белые фигуры принадлежали уже не александр ищику а линьеру домингесу я меняю титр и посмотрим что из этого получилось так линьер домингис александр ищук очередная партия это уже второй тур сегодняшний сегодня что воскресенье нет сегодня суббота видимо до субботнит у в котором должен был линьер домингис во что бы то ни стало попытаться отыгрываться и так он сделал ход е4 хотел опять сказать кубинский гроссмейстер нет флоридский гроссмейстер и после c3 кони f6 возникла та позиция которая очень часто встречается в современной практике и частности в наших рассказах наших репортажах напомню что ход d5 невозможен он очень плохо после удара на d5 к бьет d5 и ферз b3 черные почти форсировано проигрывают у них безнадежное положение поэтому d6 слон g5 вот весьма любопытно что линьер домингис выставляет слона на g5 то есть разыгрывает позицию существенно иначе чем скажем вот начинал когда-то делать я как многие другие на скажем ранних стадиях эволюции теории ну и практике этого варианта слон арчили конечно имеет право на существование это все довольно логично но вот эстетически мне это не очень нравится потому что до счет до рокировки черных белые поставили слона в такое положение где он весьма уязвим с другой стороны это все-таки амбициозная игра а линьеру домингису нужно было чтобы они не стала отыгрываться я думаю что с самого начала учитывал еще одно обстоятельство с ангрищук как мы уже неоднократно говорили шахматист стремящийся к точности он такой и практик конечно очень сильный но все-таки у него исследовательская жилка такая научная жилка я бы даже сказал ярко выражена но тем более что он все-таки где-то у него академик родители научные работники и свойственно ему такое вот отношение к шахматам довольно симпатичный на мой взгляд ну здесь что было а6 а4 слона 7 профилактика такая и после ферзии 7 и рокировки белых дождался с ангрищу когда белый рокировали а трудно беру что-то предпринять вы видите что сам саша не делает рокировку дожидаясь рокировки стороны белых берут трудно дальше усилить позицию как-то делать полезные ходы но 00 это ход не только под атаку черных которая начинается но и что называется на игру поскольку сразу такая вот разгромная атака на белого короля не идет конь d7 черный защищает пешку же 5 для того чтобы обеспечить себе продвижение h5 в случае куда h5 можно взять на g5 пешка на f7 висит и белый вправе подобного рода ситуациях жертвовать фигуру хотя все далеко не так ясно ну ладно есть еще какой из момент на h5 может сыграть просто и h4 не обязательно после h5 бить на g5 на g4 конь g5 атакуя пешкой все так вот конь d7 b4 конь f8 пешка белых идет вперед конь черных отступает внешне их игра выглядит очень так антиэстетично вроде бы то есть кони ушли назад на поля d8 и f8 но белые ничего не добились они словно прошли мимо а над позиции белого короля нависает идея этой атаки причем вы видите что ясно гречук не торопится с ходом h5 он хочет начали поставить своего коня на g6 чтобы на h5 не было ходу h4 ну вот d4 если сразу h5 то h4 и у белых руж а после конь g6 хода судя по всему правильного этой идеи нет и кроме того конь g6 защищает пешку стоящую на поле е5 h2 h3 h5 ба может быть стоило белым играть компьютеры рекомендуют отход и говорят что включение очень важное для белых скрывающие немножечко подскрывающие ферзи фланг последовало слон d5 ну понятно что демингес пытается как-то воздействовать на фигуру соперника ба теперь вроде более серьезная угроза угроза выиграть пешку c6 играть черном не хочется а атаки на своего короля ну делает вид что демингес не очень-то опасается хотя понимаете и спортивная ситуация давала основания ему для подобного подхода для подобной игры потому что ничья равно сильно поражению а так падали пропал за мою соперника в заставлю задуматься с англичука загоню в цвет нот и чем черт не шутит может повезти мне и я выиграю вчера повезло александру а сегодня привезет мне лениру это опять же рассуждаю с точки зрения демингеса и так c6 это ослабление вынуждается демингесом срона ступает назад и теперь уже g4 с открытым забралом вперед сомби g4 но если взять пешкой то после хода коня h2 невозможно будет пробиться полиняш все надежно у белых центре игра какая-то завязывается бить на d4 не хочется потому что вскроется центр и это может оказаться опасно для черных как минимум там cd конь c4 давайте я там прикину так примерно в скажем взять пешкой коня наступает взятие одно можно сразу сыграть кстати конь c4 вот я смотрю может конь c4 сразу сильнее всего висит на d6 эту пешку нельзя жертвовать там надо сыграть скажем слон c5 у слон c5 просто плохо из-за cd да ну видно что вот после кода конь c4 у белых преимущество короче говоря слон g4 сыграл в этом положении сан крещук совершенно правильно поступил ферзь b1 но здесь вот вроде бы надо было играть h4 то есть ну почти наверняка надо было играть h4 и наступление слона h3 то есть вышибить опору из-под коня f3 но главное заставить белых закупорить своего слона на h2 позволять взятие на g2 белые не имеют права нужно играть g3 а теперь можно сыграть ферзь f6 и начинать давление по центру при отсутствии практически на долгое время этой самой фигуры на h2 судя по всему черных здесь было бы лучше и довольно все было бы спокойно но сыграл за наличью кладиа c8 он хотел сохранить у себя в резерве эту идею h5 h4 но время может оказаться весьма существенным фактором и вот здесь советуют нам слон компьютеры ход слон h2 может быть они правы то есть еще потянуть время заняться такой профилактикой все равно без хода h5 h4 белом очень черном очень трудно начать наступление на белого короля а дождемся h4 тогда будем же какие-то предпринимать активные действия но так не было сыграно было сыграно б.а. б.а. не терпелось линейро доминкос открыть линию b для своего ферзя не зря он поставил его на b1 ферзь d3 правда вот я сказал линию b на самом деле он такует ферзь пешку a6 наценивался на слабость и теперь вроде бы черным стоило сыграть владиа c7 здесь какой момент очень важен что черным не хочется делать рокировку с одной стороны а с другой стороны при не сделанной рокировки в короткую сторону в длинную уже нельзя рокировать у черных не соединены лади и их слабости на ферзя фланги могут оказаться более уязвимыми чем случае короткой рокировки так вот чтобы не мучиться такого рода проблемами может быть надо было сыграть ладятся 7 заманивая сразу белого ферзя на 6 это некий адалок той профилактики которые мы говорили когда обсуждали ход слон h2 сразу h4 форсирует события но и здесь нужно было сыграть или ладятся 7 с теми же идеями не уходя не уводя короля в короткую сторону или может быть сразу h3 и на g3 конь e6 как ни странно у черных довольно мощная контр игра связанная с давлением на центр белых при том что белый слон на h2 выключен из игры это чуточку иная концепция здесь можно взять но если слон бьет е6 то конечно ситуация неясная слон е6 может быть белом нужно сыграть но если они берут на d4 то следует ферзь f6 защитить нормальную пешку стоящего на поле d4 невозможно без взятия на е6 опять же наверное его нужно сделать прибегнуть такой мере ученых не будет пешки но будет давление а если сыграть здесь е5 тогда после взятия 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 возникнет очень странная позиция вроде бы должно быть очень хорошо здесь у белых линия е открыта но слон h2 выключен из игры фигуры черных все очень хорошо координированные сыграть при ладья е1 то ферзь d4 ну ферзь бьет d4 наверное играть надо меняться и вот f3 прогнали слона оживили свои фигуры я так вот фантазирую чуточку слон бьет е6 с угрозой слон бьет c8 шаг поэтому бить на f1 нельзя в промежутке черные останутся без фигуры но взятия на е6 предположим отступление ладья е1 если черные поменяют все ладьи они близки к этому то окажется что две связанные проходные белых на полях g4 f3 менее существенно чем черные слоны мощно работающие и проходная по ленинце которые готовы бежать очень-очень быстро в случае размена ладей если ладей не менять то черная ладья вторая в лагере белых и белый король на поле h1 будет чувствовать себя в опасности то есть вот в рамках тех приблизительных прикидочных вариантов которые я вам привел видно что у черных должно быть хорошо но вместо этого сан грещук сделал ходку не 6 и вот надо сказать что здесь он оставил себе очень мало времени сделано 22 хода а у него было там около 8 минут а вскоре стало 2 минуты вот я не буду каждый раз то есть я вспоминать или меня не отмечено сколько времени оставалось после каждого года я помню что было вначале 8 потом стало 2 и вот решающие события в этой партии развивались уже в тот момент когда грищу был в острейшем цитуте сложнейшие позиции было бы не сложная позиция или не слишком сложная я думаю что гречев бы справился с проблемами вот этого самого блицевой игры ошибок не бы не тускал и так далее а здесь смотрите что белом может быть стоило сыграть ферзь бета 6 сразу может быть они сыграли слон d1 то есть очень страшно страшно водить ферзя куда-то в сторону когда над вашим королем сгущается точек о не лезут на f4 и так далее вот слон d1 с этой точки зрения логичен он укрепляет структуру теперь можно было снова сыграть родится 7 вот не торопясь заманивая ферзя на поле а6 или можно сыграть было конь же в 4 это существенное отличие по сравнению с ходом конь е в 4 который сделал из англичук потому что во первых открывается и во-вторых открывается линии же по которой может поднадавить на белого короля ладья или может быть ферзь а с другой стороны конь с е5 с е6 атакует пешку d4 которая в целом ряде вариантов может быть съедена ведь ее атакует еще и слон с а7 но в партии был сделан ход конь е в 4 методологически неверный хотя конечно при этом сохраняется больший контроль над полем е5 белый ферзь берет на 6 теперь белым черным нужно все-таки было сыграть родится 7 продолжая уповать на атаку по линии же я не знаю вот очень трудно играть такую позицию в условиях острого дефицита времени причем у линейра доминокса времени было много из англичука мало игре щук сделал ход короткая рокировка чем лишил себя надежд быстро атаковать белого короля и у белых остается при этом лишние пешка и шансы на ее реализацию хотя конечно король белых полной безопасности себя не чувствует конь е5 вот собственно я говорю какие-то общие слова а есть совершенно конкретная причина которая останавливает черных от хода короткая рокировка конь бьет е5 атакован слон стоящий на поле g4 если слон взял бы на d1 то конь бьет g6 просто там fg например ладья бьет d1 мата нет атаковать ну ферзь g5 есть ход и это в общем-то требует конечно отдельного разговора отдельного рассмотрения вот так вот ферзь g5 но слон бьет f4 с коня мы уничтожили слон на 7 висит снова мата мата не будет то есть ладья бьет f4 играть нельзя и за ферзь бьет c8 а иначе что ферзь бьет f4 и слон висит не надо значит этого опасаться никоим образом белым поэтому де взятие на g4 ферзь g5 на это безусловно ясандр ищук шел ушел сознательно он видел что слон такого позади пешка стоит на поле g2 там мат может получиться если белый слон неосторожно отступит и рентгенов ферзь g5 посматривает на коня на dd2 которую белые могут тоже потерять совершенно такое сделают неосторожное слона в 3 естественный необходимый ход укрепляющий структуру ответ черных ладья 8 теперь компьютер говоришь и стоило разменяться разменяться на f4 и лучших вот с точки зрения компьютеров ферзь бьет f4 он тогда ски у белых лишняя пешка есть контр-игра то есть на вот здесь вот можно сыграть ферзь d3 уводя ферзя из-под рентгеновского удара после отскока черного слона его атаковала ферзя на 6 ладья с a8 ну а кроме того пешку d4 он защищает то есть лишняя пешка у белых остается какая-то контр-игра у черных тоже есть но не такая сильная если конь бьет f4 то можно отступить я вот думаю так может сыграть конечно и по-другому можно сыграть например ферзь c4 я смотрю ферзь бьет c6 не хочется из-за ладья c8 подвесить пешка на c3 может через c4 конь бьет g2 там есть идея вот конь бьет g2 не очень хочется белым связываться то есть это неприятно именно поэтому я рекомендую такой уход можно в ответ на это забрать на на d4 пешку одну черную заберут на белые консолидируются и уже сами могут подумывать об атаке на королевском фланге хотя последствия хода с он бьет d4 не такие однозначные здесь ферзь атакован можно взять на c6 радио c80 пешка на c3 сложная позиция я думаю что берут было все-таки чуточку получше ну а после еды здесь тоже ситуация крайне не ясна то есть понимаете в чем дело вот когда вы рассматриваете такую позицию что имели ввиду компьютер посылки в 4 до конца я не стал уточнять а сделанный код ферзь c4 самый естественный ход который сделан ленин домингес но не вызывает у людей никакого сомнения в том что так играть правильно то есть это один из лучших а может быть единственный ход он защищает пешку стоящую на поле d4 и уводит ферзя из-под этого самого удара сон бьет d4 и вот здесь вот надо было сыграть h3 так не сыграя сангрищук у него было около двух минут а впереди еще нужно сделать 12 ходов очень сложной позиции после h3 сон бьет f4 лучший ход чтобы не играть g3 завивая своего страна взятие на f4 ферзем рекомендует компьютер в случае хода комбит f4 и g3 нет у черных атаки лишние пешки у белых есть после хода h2 h3 белые закрыли своего прикрыли своего короля или черные можно сказать его прикрыли и лучше у белых это понятно а в случае хода ферзь бьет f4 ладья fd1 ну так же атаки такой явной прямой нет все у белых защищено например hg черный подскрыли белого короля но если будет усилено давление то можно взять на g2 вот но опять же вот этот ход приводил вот такой позиции еще раз повторю в главном варианте в которой ситуация не ясна которой ситуация не ясна у черных свои достоинства пик он может лезть на h4 ферзь может создать угрозу с помощью хода ферзь h4 потом конь f4 создавая ну после ферзь h4 будет вынуждена взять и на g2 и тогда конь ферзь h4 то есть вот так наверно стоило сыграть но и сангрищук в этом своем цветнуть остром сделал самый такой резкий эффектный ход конь беже 2 он конечно не надеялся что соперник возьмет на g2 если слон беже 2 то h3 у черных отличная игра это понятно мата нет из-за хода слон g3 белые защищаются но белый король вскрывается конь лезет дают шахи пристает к белым и у черных было очень неплохо на случае но после хода король h1 спокойного оказывается шлини же скрывается в пользу белых никакой атаке черных уже не может идти речь поскольку пешка на h4 прикрывает белого короля она может стать и на h3 но ничего не изменится все равно король будет чувствовать себя в безопасности и кроме того ужин слон стоящий на поле h2 ферзь бьет d2 то есть ради этого черные все это делали чтобы забрать коня кажется что все замечательно в черных и фигуру они забрали на g2 ладно пусть берут но ладья т1 теперь в случае хода ферзь c2 ладья c1 и отступление можно забрать такой редакции белые консолидировались у них в запасе есть код при необходимости ладья df1 если черную или ладья cf11 черные увлекаться увлекутся пешкоедством пешка на c6 висит два слона убил то есть позиции белых было бы лучше и вот на висящем флажке александр ищук делает ход конь е3 тактика все равно конь теряется лучше испортить белым пешка такова логика этого хода сверхбеки 3 уничтожена пешка но оказывается что после этого у белых великолепные фигуры вот стояли белые под атакой фигуры были плохие а тут великолепные фигуры а черный слон на 7 мне не работает конь с ферзем черных также не могут принять участие на белого короля атаки слон f5 конь f4 слон беда в 4 взятие ладья беда в 4 но уже видно что черный король в опасности что белая готова обрушиться на него всеми своими ладьями слоновым ферзем ладья g4 король отступает слон g6 угрожает ладья беда в 7 шах не забудьте ферзен c4 ладья б7 ферзь бьет c6 очередная пешка взята ладья беда h4 здесь александр ищук это был 41 ход контроль пройден как раз не уронил флаг александр ищук но он смотрит на эту позицию грустно и посмотрел посмотрел подумал подумал сдался угрожает ладья h8 шах и ферзь f6 мат нормальной защиты нет позиции безнадежно в результате этот матч который столь благополучно было приятно начался и поначалу складывался для александр ищука перешел в режим тайбрейка чем если закончится мы узнаем воскресенье но теперь давайте посмотрим как сегодня играл еще один российский гроссмейстер а именно я не помнющий и для этого я сейчас сменю очередной нет нет я не прав ник я на не помощью мы сейчас перейдем а весьма интересного матчу между я напишу что в дуду дуды и джеффри шонгом польский броссмейстером которого многие воспринимают как одного из возможных вероятных претендентов на высокий результат давайте так будут аккуратно формулировать все-таки у него целый ряд выдающихся достижений спортивных в первую очередь в быстрые шахматы в блиц и мы в нормальные шахматы он играет совсем неплохо ведь все-таки результаты его показаны когда он вступал за команду польши на предыдущей олимпиаде они впечатляли и так ян шиштоф дуда против джеффри шонга первая партия когда в этой позиции дуда имевшие белые фигуры и уже пожертвовавший качество взял на d6 ну поначалу казалось то что ну по черну хорошо во всяком случае уж точно никаких проблем потому что потому что у них опять же повторюсь лишнее качество даже пешки у белых нет но оказывается что король черных в большой опасности и вот когда началось вот такое вот повторение позиции то подумал подумал дуда и решил рискнуть не повторять позицию не соглашаться на ничью сделал ход ладья b1 и он почти наверняка прав потому что несмотря на то что белый король по первому ряду вроде бы тоже в опасности его прижимает к первому ряду ферзь h3 белая ладья не может куда-то выпрыгнуть вперед будет шаг по первому ряду и белый король получит мат но у белых есть другая идея вторжение конем на e6 последующим ферзь a7 вот такое сочетание ходов и черный король куда уязвими своего белого коллеги ладья a4 был сыгран конь e6 та самая идея ферзь a7 это угроза или почти угроза очень неприятный ход ладья c4 с тем чтобы на ферзь a7 сыграть ладья c1 шах и дать мат белому королю но ладья е1 возобновляя угрозу ферзь a7 и вот здесь вот черные должны были сыграть опять судя по всему этот ход обеспечивал давал им возможность защититься хотя и лишние качества у них но позиция опаснее инициатива владеют белой если ферзь a7 то теперь ферзь h6 если ферзь бьет a5 ну пожалуйста черные откупаются пешкой меняют ладьи это очень важно и играют g5 после чего начинают нападать на белые фигуры таком вот варианте ну а какие могут быть альтернативы здесь это вариант на самом деле важный который сейчас показываю если сыграть ферзь b7 не совсем правильно тогда после ферзь бьет е4 проблем у черных нет f3 если f3 если нет не идти королем вперед там как минимум вечный шаг у черных есть тогда здесь шаг ну и получается мат белому королю вот таким вот образом если сыграть здесь f3 сделать внешне самый сильный ход такой во всем случае самый амбициозный защищающий пешку надежно и вырезающий ферзя и сохраняющие угрозы ферзь b7 и ферзь бьет d6 то черные играют не ладья c2 вот если увлечься и увести ладью с восьмого ряда то можно столкнуться с трудностями например ферзь е8 тогда ферзь b7 с угрозой мата если ферзь g6 тогда шах-шах и мат если ферзь f7 тогда шах-шах и тоже мат ну h5 здесь лучший ход освобождающий дорогу но и здесь не все так просто после шаха шаха и ферзь f7 можно дать шах с поля b8 и затем не ферзь бьет d6 это плохой ход из-за шаха со 7 и белый король уже в контратаке черного ферзя получает мат вот такой вот надо сыграть е5 взятие и ну что можно сказать борьба продолжается хотя с другой стороны вот этот ход f3 который мы начали рассмотрение всего этого варианта он судя по всему к выигрышу белых не ведет только к ничьи можно сыграть ферзь бьет d6 тогда ферзь бьет е4 и ход f3 невозможен снова из-за шаха шаха и знакомые нам конструкции черный белый король конце концов получает мат но можно сыграть король h3 сразу тогда ферзь f5 ну и снова тем более после кода g4 у белых ничего не получается угрожает ферзь f3 шах и подключение черной ладьи так вот но здесь можно кроме входа ферзь бьет опять сыграть ферзь d7 это все по поводу тех может быть фобии тех представлений тех ощущений которые имеют играющих матист когда у него он должен защищаться когда он видит что у фигуры соперника очень хорошо отмобилизованы ну и времени нет что немаловажно то есть вот здесь вот например можно сыграть ферзь d7 вроде бы но тогда ладья c1 и все парируется меняются ладьи ферзь е4 проходит с темпом и так далее если ферзь a6 то не так все просто черные могут сыграть f5 но и оказывается что снова ну не снова а теперь уже черные отмобилизовались они предлагают размены они затем гравит владиа c2 атакует пешку f2 уже король черных вне опасности и на выигрыш они рассчитывать не могут черные укрепились вот таким вот образом ну вот здесь вот вместо хода опять который давал нормальную черным контр игру и позиция была примерно равные белые могли перегнуть палку и даже проиграть было сыграно g5 этот ход ужасный ужасный ход со стороны джеффри шонга потому что он допускает прорыв е5 вот можно так вот бегло вообще не заметить что не только с поля 7 опасности подкрадываются к черному королю но здесь на ферзь a7 черные играют ферзь h6 и поле же 6 неважно и для черного ферзя но ход е5 теперь бить пешкой f нельзя потеряется пешка на g5 и бир черный король получит мат значит нужно брать пешкой стоящий на поле d6 так и было сыграно теперь ферзь a7 с угрозой мата ферзь отступает d6 ладья gc1 размен размен король белых пошел вперед что делать если ферзь g6 тогда ферзь a8 и теперь нужно точно сыграть этот вариант не встретился в партии это боковичок что называется но позиция очень любопытная решил вам показать если d7 ошибка грубая то черные играют ферзь d3 защищаются останавливают пешку и подключая свой ферзя для контратаки с поля f1 что делать если d8 ферзь тогда ферзь f1 затем ладья дают шаг с поля c3 и в ответ на король g4 следует h5 если король h5 то мат но можно сыграть король f5 и выигрыша так вот сразу не видно и нет его если ферзь b1 плохой ход тогда после ферзь e4 и на ладья f3 конь f4 белые закрылись и они выигрывают партии у них все-таки ферзь и конь но ферзь там лишний вот а с ручей хода ферзь h3 король отступает и ничья как в случае хода ферзь g4 и на коне f4 шах 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 больше чем личный шах нет а в случае хода ферзь g2 f3 играть нельзя и за разумеется из амата но можно сыграть король f5 но и снова ничего не получается с ради f3 то конь f4 и черные не черные а белые отбились и я смотрю ладья бит f4 меня показал что такое есть нет ничего нет даже вечного шаха нет белый король убегает через поле е4 вот она 9 f4 gf шах король убегает и все вот а с ручей хода к ферзь h3 получается вот такой вот вечный шах то есть это к вопросу о ходу d7 который не выигрывает а вот ферзь d5 выигрывает хотя вот очень любопытно и здесь тоже осложнение конь бьет g5 теперь вот вроде бы выигрывает и ферзь g8 но кажется что выигрыш должен быть элементарный а я довольно долго искал правильное решение ну и вроде бы наконец остановился выбор на ходе конь f3 спокойно уводящим коня назад но создающим целый ряд угроз теперь сыграть е4 последует конь h4 затем конь f5 если король f8 то d7 можно сыграть d7 угрожает d8 ферзь неотвратимо а шахов у черных только 2 белый король убежал на h4 шахи закончились сыграть король g6 тут d7 владея g1 можно дать шах снова белый король убежал на h4 пусть ферзь бьет f2 условный ход с угрозой ферзь бьет h2 ну тогда конь е7 и если король g7 тогда ферзь g8 шах затем ферзь f8 это мат но если сыграть здесь король h6 тогда ферзь h5 и конь f5 и в главном варианте проходит ферзь или ладья на поле d8 с матом черному королю можно сыграть ладья d1 что более упорно тогда шах и вот здесь нужно найти правильный маневр правильный маневр стоит в том что начать шах с поля е7 на поле d5 идти нельзя из-за хода d7 поэтому король идет вперед все равно d7 если сыграть е4 то последует конь h4 и все очень просто вот в этом варианте ферзь g6 это мат перекрытый диагональ пешкой черных на е4 и поле 6 доступны для первого края сыграть ферзь d3 создавая угрозу пешки d то решает следующий маневр я вот g4 смотрел но не нашел выигрыша сразу конь h4 нужно вначале усилить позицию своего короля если король идет вперед то шах нужно идти на линию d и тогда ферзь и все если пойти на g5 тогда вначале шах затем еще шах и вот здесь вот когда белый ферзь перешел на поле f7 нужно сыграть не d8 ферзь это ошибка грубейшая тогда черные дадут шах и заматуют белого короля например в таком вот варианте а правильно здесь вместо ошибочного хода d8 ферзь сыграть конь f3 прикрыться закрыться теперь шах это шаг черному королю нужно идти вперед если король h6 тогда взятие взятие и мат ставится вот таким вот образом а следовательно сыграть король f5 и теперь g4 вот белые освобождают поле g3 для своего короля с темпом в случае король f4 получается вот такой вот но не мат ну почти мат ферзь h4 в главном варианте сыграть и король f5 тогда снова конь h4 черночное движение коня если король е4 тогда шах идти на f4 нельзя извиняюсь на f4 нельзя из-за мата приходится идти на линию d и ферзь ну а если сыграть здесь когда ферзь в 4 то получается то же самое но что называется вид сбоку ферзь проходит такой редакции наконец в ручьи хода король g5 следует ферзь g7 при взятии коня мат с поле g4 а в ручьи хода король h5 шах затем конь f5 и мат на поле g7 но это вот так вот все к слову иными словами позиция была хотя и проигрыш на для черных но защищаться еще можно было упорно и шанс словить поймать соперника на какие-то ошибки после года ферзи 6 был но джеффри шанс сделал ход g4 создал одноходовой угрозы ферзь h3 мат и здесь все гораздо проще h4 такой простой профилактический ход другого по большому счету нет концептуально но это вполне достаточно для форсированного выигрыша король h2 белый король надежно защищен теперь черной пешкой и ферзь a8 ход который оказался последним шах черные сдались потому что на король f7 следует просто d7 с угрозой ферзь e8 мат ну можно забрать коня тогда ферзь шахов нет то есть шах саш один есть но он ничего не дает тем будешь можно даже не ферзь забрать можно и королева можно и ферзь а8 короче говоря выиграл эту партию ян кшиштов дуда и мне показалось что после этого у него великолепные шансы у яна кшиштова дуда выиграть матч и включиться всерьез в борьбу за ну как минимум за путевки за две путевки на турнир претендентов поскольку джеффри шонг все-таки при всем уважении к нему не представлялся таким очень 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 сильно и шахматистов и соперником реальным для польского гроссмейстера но вот сегодня второй партии пришли довольно любопытные события и достаточно неожиданные и так джеффри шонг играл белыми он должен был отыгрываться партии с яном шиштовым дудой и что в этой партии случилось и так е4 е5 солнце 4 я когда-то иногда поигрывал применял этот код коварство стоит том что после коня в 3d5 отступления нельзя брать на и 4 закон g5 используем и всем еще начинаются большие проблемы у них плохая позиция вот она может играть слонда слонда 4 шах не сразу слонда 6 зачем черный играя слонда 4 шах чтобы на слонда 6 то есть народа 6 возможных вот конь c3 а на слонда 4 или белая играет конца 3 что нелепо или играет c3 отнимая поле c3 у белого коня и тогда слонда 6 или слонда 2 как было в этой партии но оказывается что после точного взятия ферзем возможно взятие конечно и 4 тогда конь бьет е5 с другой стороны белый атакует пешку f7 и стоят лучше а после ферзь d6 ферзь же 5 атакует две пешки на g7 и е5 черный должен сыграть конь d7 у белых есть возможность здесь взять на g7 у них в осложнениях в этих чуточку лучшая игра но по-другому действует джеффри шонг он бьет на d5 играет d4 делая ставку до долгосрочные позиционные выгоды и на сказать что эта стратегия приносит успех то есть из дебюта белые выходят с явно лучшей позиции что конечно явилось неожиданностью для многих и для меня в том числе f2 f3 все очень чисто все очень часто 3 0 лучший ход со стороны белых ладья c8 ферзь d2 a7 a6 ладья h1 белый играет по центру конечно король белых также может казаться в опасности но пока что это не чувствуется взятие на f3 все равно удержать центр белые черные не могли пешка e4 была под ударом gf открывается линии g и черные наверное могли должны были сыграть g6 и держать такую тупую оборону в несколько худшем положении все таки не безнадежно черного прямо скажем даже неплохо а просто неприятно но вот как раз неприятные позиции защищать очень неприятные связи с автологией очень противно и в ней и при такой защите легко допустить ошибку конь fd7 неточность после этого h4 ход демонстрирующие намерения белые хотят неторопливо начать атаку на черного короля по линии g и в случае же 6 h4 h5 раскрыть раскрыть прикрытие черного короля черного лучше всего было сыграть по-видимому король h8 и стойко так вот мужественно держаться но последовало f6 чтобы изменить структуру конь d3 конь не меняется разумеется и наступление на f7 ферзь f4 переводя игру в окончании которое оказывается очень неприятным конь c5 теперь меняться на c5 нельзя будет вилка висит пешка на b7 приходится играть ладья b8 и следующий ход белых это ладья е7 еще более нагнетает давление и сковывая защиту черных фигуру черных ладья е1 конь бьет c5 теперь вот такой тактический удар используя идею конь ладья d7 но ладья бьет f7 собственно не выдержал напряжение здесь конечно позиции объективно очень тяжелый черных поэтому не будем осуждать я на шестову дуду за то что он взял и ударил на c5 но здесь позиция просто плохая поскольку у белых есть взятие на f7 и взятие на b6 две фигуры за ладью на d5 слабость и остальное то есть дальнейшая игра бить невыгодно потому что перший сняж безнадежно послал ладья f1 поэтому король g6 c4 дальнейшая игра это уже так сказать дело несложные техники и мы посмотрим сейчас как эту технику проявил джеффри шонг и перевел этот матч в режим тайбрейка то есть он сравнял счет и все будет выясняться в быстрые шахматы хотя конечно в быстрые шахматы безусловно ян шиштоф дудо шахматист очень сильный вот такой шаг черные сдались я не вижу сразу мата хотя в салон d7 посоветовать так вот король f5 можно по-разному но борьбе салон d7 действительно понятно что черную безнадежная позиция и так закончилась эта партия этот поединок ну а теперь давайте приступим к заключительному блюду сегодняшнему а именно партии я на непомнящего который играл сейчас я поменяю титр с китайским росмейстером юань я надеюсь что в этом случае я не не ошибся с фамилии китайского росмейстера уже однажды такое на тур деле случалось но вроде бы я так аккуратно прочитал вроде так именно надо можно ю я не вместо одного эту букву еще и кратко и присобачить ну ладно и так юань и непомнящий первая партия закончил свечу во второй белые фигуры принадлежали китайскому росмейстеру который сделал ход d4 кони в 6 позволяет китаец разыграть яну защиту глюнфельда его любимое начало основное дебютное оружие при игре черными на закрытые начала коня в 35 слон b5 конь c6 ладья b1 то есть играть можно по-разному белыми и не то чтобы кто во что гораст просто если вы что-то изучили или конкретно подготовили данные конкретные партии то довольно логично это оружие применить сон и спасал как говорится тем более если это не ваш основной репертуарный дебют и для соперника ваше решение разыграть именно этот вариант является хотя бы отчасти неожиданным я не знаю я не помню очень опытный глюнфельдист он не боится ослаблять позицию свою на королевском фланге и иногда жертвовать пешки по-разному приходится играть это очень многогранный такой дебют в данном случае белые пожертвовали пешку на c3 и вот казалось и это соответствовало компьютерным оценкам что я не помню еще переигрывает своего соперника что у него хорошо хотя соперник этот самый идет вперед что-то такое создает какие-то угрозы на королевском фланге но уже две пешки черные забрали пешку на c3 и пешку на два конечно пешка c5 не жилец она будет вот-вот уничтожена пока же все мысли белых связаны с атакой потенциальной гипотетической черного короля с рон g4 f5 безупречная реакция с рон h3 но теперь черном стоило вроде бы сыграть c5 такое ощущение ничего не опасаясь уводя пешку из-под удара лишая белых серьезной инициативы ну отдавая правда по дороге пешку стоящую на поле c5 что строго говоря рука не поворачивается и вот именно поэтому делать именно поэтому как я понимаю чтобы не отдавать такой редакции пешку на c5 пешку и 7 можно после этого защитить ничего страшного все крепенько относительно не сыграл здесь b5 я не помню я сделал ход ферзь а4 атакующий пешку c4 своим ферзем и также тем не менее уступающий контроль над так сказать не защищающий пешку расположены на поле c5 идея черных еще одна это слон d4 если белые сразу ничего не предпримут но надо меняться надо меняться и ради именно размены ферзей а ферзи друг друга атакуют времени в белых на усиление позиции нет на ферзь z3 можно сыграть слон d4 как я уже говорил так вот приходится меняться но теперь после года слону c5 ситуация непроста хотя то что сделал я на помощи заслужил бы самого серьезного внимания если бы здесь он сделал ход слон c2 заканчивая так сказать замысел некий нужно играть белым ладья c1 атакуя двух слонов но черные могут увести ладью c8 из потенциального удара атакуют слона стоящего на поле d4 если теперь слон бьет е7 тогда слон бьет е4 ну и с позволения сказать главном варианте можно белые наверное должны пытаться играть d7 иначе у них просто не хватает пешки них ничего нет тут они получают качество но если мы оценим эту позицию взглянем него повнимательнее то поймем что у черных лучше причем намного лучше у них слона две пешки связанные проходные причем оба слона великолепные вот и только они могут здесь рассчитывать на победу поэтому здесь нужно было бы вам сыграть не слон бьет е7 а слона 7 ладья 8 ладья c2 пытаясь что-то такое сделать с соперником но ладья бьет а7 и ну собственно ладно c2 то брать надо потому что иначе слон бьет е4 поэтому ладья бьет е2 ладья а7 там скажем король h2 угрожала слон важно отметить что угрожала слон d4 вот здесь поэтому белый уводят не бьют например на f5 это зевок материала после слон до 4 шаг ладья f2 и ладья c2 черные легко выигрывает просто надвигая пешку ну и в нужный момент забирают дважды на f2 пешка проходит ферзи после хода король h2 сильнейшего получается нечто схожее то есть черные должны все равно отдать на f5 и защититься своими ладьями у черных две связанные проходные на фланге у белых связанных проходных не атаки на черного короля быть не может у черных лучше у черных поручше потому что у них проходы связанные проходные на фланге и белым нужно сейчас поработать серьезно чтобы не проиграть ну вот ян непомнящий видимо ход ферзи а4 я сейчас смотрю так вот задним числом уже переосмысливаю свои ощущения и меняю свои оценки наверно правильно все сделал ян непомнящий но здесь вместо хода сауна c2 он сделал ход ладья f7 который оказался очень неудачным из-за связи с тем что теперь белые полностью консолидируются и открывают новый фронт для атаки вот неожиданный откуда никто не ожидал ладья b6 атакованная пешка стоящая на поле g6 то есть сбоку зашла белая ладья и b5 сыграть нельзя и ну не то король h7 теперь ладья f3 атакует слона черном стоил сыграть отступить на c7 даже 7 учесть было бы нормально всякие ученых похоже на нормально а слон ступил на 5 теперь ладья и 6 полная консолидации сил белых ладья g3 и оказываешь черный король под атакой слон б это не эншпиль а митрешпиль и после хода ладья g8 белые сыграли f5 может быть здесь что-то не доглядело сдалека ян непомнящий он наверное мог полагать я это не утверждаю что f5 нельзя то есть не бросается в глаза но случае взятия на f5 это вариант боковой последовало слон бьет f5 на взятие шах на e7 идти вперед нельзя потеряется ладья стоящая на поле g8 а если сыграть король h8 тогда слон d4 шах ну столь же сильный как слон d4 шах и ладья h3 с матом в два хода ну вот поэтому пришлось играть g5 ян непомнящему теперь слон бьет e7 еще одна пешка уничтожена белые наладили идеальный заводитель всех своих сил слон c7 атакована ладья теперь d6 слон b6 шах король отступил слон d7 теперь ладья g6 меняться дважды нельзя потеряется слон на поле d7 и вот важно отметить что или хотелось бы отметить что в отличие от гречука который попадает цепь нот и не всегда ему хватает времени на принятие оптимальных решений ян непомнящий играет очень быстро и в этой партии соперник был цепь ноте в этот момент 31 ход белых 31 ход белых ладья g6 у яна больше часа мог как говорится подумать и вместо ошибочных ходов делать сделать хорошие сильные и выиграть партию может быть но вот он так сыграл на время отчасти психологическую инициативу где пытался захватить и не срослось не сложилось здесь позиция тяжела ну и 3 попытка предъявить козырь вот такой форме проходной пешки она существует ладья bg5 в случае взятия 06 взятие и король h6 просто черная ладья теряется потом f8 ферзь поэтому делать нельзя нужно сыграть ладья g7 перевзятие взятие и на висячем флажке китайский герасмейстер делает сильные ходы теперь ход f6 но если сыграть здесь е2 то последовало бы ладья e5 атакуя пешку с тыла размен слонов для черных безнадежен тем будешь ты ладья подвисает но видно что или качество черные теряют и у белых остаются проходные или фигуру на d7 ну было сыграно слон g4 такой практический шанс цветной соперник на висячем флажке пять ходов белым еще надо сделать но они делают эти ходы шах вот такой вот ресурс пренеприятнейший затем шах взять и на же 4 белых лишние фигуры ну были сделаны вот такие ходы уже после этого вот здесь закончился контроль пройден контроль ну и ход слон b3 оказался последним партии черные последним ходом в партии черные сдались важно отметить хотелось бы отметить что белый легко развязывается кажется что слон скован защиты пешки d6 поэтому d7 сыграть нельзя из основной т7 уйти слон не может из-за потери пешки там близко к ничей будет но белые могут спокойно увидя короля профилактически затем начать на движение пешки же и вот никак черном никуда не деться это вообще цукцванг вот как ни странно если слово наступит с поля c5 туда 7 а король должен контролировать поле f8 но не может это делать должен уйти тогда белый занимает то поле и дальше при любом движении короля d7 то есть они развязываются угрожает d8 ферзь и все очень просто я честно говоря хотел показать еще одну партию партию кирилла алексейенко против первого номера первого рейтинга турнира коим является китайский герцмейстер дин ли жень поскольку вчера очень легко кирилл защитился а сегодня белыми давил давил переигрывал имел в какой-то момент приличные шансы на победу но дин ли жень сильный защитник мощный защитник и в конце концов ему удалось убежать на ничью там много очень чисто технической работы поэтому чисто зрелищно партия не как-то неинтересно не очень интересная скажем так а то что дин ли жень великолепный игрок быстрые шахматы то что он переиграл обыграл на тайбрейке сравнительно недавно в сент-луисе самого магнуса карсона ну конечно делает его фаворитом превращает его еще большего фаворита скажем в этом матче чем он представлялся до начала турнира хотя вот кирилла алексейенко самый низкий рейтинг ауди на лишение самые высокие заставшихся герцмейстеров тем не менее тем не менее можно все таки предположить что и на в быстрых шахматах будет очень интересная борьба и возможно непредсказуемый исход ну перед тем как проститься давайте подведем итоги всех матчей четвертого раунда то есть одной восьмой финала две ничьи сделали между собой дин ли жень и кирилл алексеенко я уже об этом говорил янгшишцев дуда и джеффри шонг обменялись ударами там тоже тайбрейк максим ваш елограф прошел петра свитлера выиграл первую партию закончил ничью вторую полтора на пол очка никита витягов выиграл в с лесу также первую партию второй сделан ничью заявленным я бы сказал преимуществом то есть очень уверенно очень хорошо смотрелся никита витягов и первым из россиян он вышел следующий круг то есть четвертый этап правильно или пятый пятый на пятый этап а именно в одну четвертую финала увы ах ян непомнящий в партии в которой он мог рассчитывать победить во всяком случае проигрывать он был не должен уступил ю я не китайскому гроссмейстеру а по две ничьи сделали между собой Ля Куант Лем вьетнамец и Левона Роньян Левона Роньян решил не сжигать мосты он был готов перевести игру на тайбрейк и это чувствовалось во всем вот скажем так спортивном поведении Шахрияр Мамедиаров и Тайбур Раджабов которые на столь ранней стадии сошлись между собой судя по всему просто договорились сделать две ничьи в классику ну и выяснять отношения уже в быстрые шахматы все-таки два дня такого полуотдыха это неплохое подспорье для того из них кто пройдет следующий этап выиграв завтрашний воскресный тайбрейк ну и наконец Александр Греччук не смог удержать свое преимущество против Лениера Доминкеса и проиграл вторую партию после того как выиграл первую ну что ж на этом наша программа заканчивается и я прощаюсь с вами до встречи в один следующих дней когда это произойдет я точно сказать не могу выйдем ли мы в воскресенье вечером может быть нет мы там отправляемся на день рождения поэтому будет немножко не до того вот но в понедельник я думаю уже можно будет вести речь и о тайбрейках четвертого этапа и о первых партиях четвертьфинальных сражений ну что ж еще раз повторюсь на этом у нас сегодня все и мне не остается ничего иного как призвать вас ставить лайки подписываться тех тех из вас кто еще не подписался на наш канал ну и разумеется играя с соперниками обыгрывать их шахматы до свидания